В минувший понедельник дончане ознакомились с результатами исследования ситуации с коррупцией в Украине и Донецкой области. Такие мониторные исследования всегда имеют сенс, поскольку дают возможность сравнивать и вымерить температуру. Что изменится? Впроводится определенное антикоррупционное законодательство, стратегия сейчас антикоррупционная обоговорится. И все это должно вплинуть на жизнь, как говорят, пересеченных украинцев. Коррупция в ходе исследования рассматривалась как злоупотребление государственным служебным положением с целью получения личной выгоды. Я подкреслю тут два момента. По-перше, идет только о государственном службе, то есть злоупотребление с боку людей, которые свою зарплату получают из государственного бюджета. И второй момент – это получение личной выгоды, которая не обязательно предпочитает финансовую выгоду. По результатам исследования, дончане считают, что самыми коррумпированными структурами области являются ГАИ, милиция, суды и медицинская сфера. Наиболее распространенным видом коррупции является вымогательство взятки. Также жители Донецкой области стали чаще сталкиваться с использованием личных связей, но зато реже предлагают взятки добровольно. Большая часть населения считает, что за борьбу с коррупцией должен отвечать президент Украины, а в обязанности рядовых граждан это не входит. Также украинцы практически не верят в желания представителей власти бороться с этим негативным явлением и не считают антикоррупционные мероприятия эффективными. Основные источники, из которых украинцы получают информацию о коррупции – электронные средства массовой информации. Также много информации передается людьми во время неформального общения. Коррупцию в нашей стране называют явлением традиционным. И в Донецкой области практически половина респондентов считает, что иногда коррупцию можно оправдать. Противодействовать коррупции готова лишь четверть населения области. Из полученных данных следует, что введение жестких мер пресечения коррупции в Украине не принесет желаемого результата. А вот менее радикальные средства могут оказаться более эффективными.